Всем привет! У нас сегодня солнечная погода но на улице жуткий-жуткий холод я думаю, что те люди, кто живет в Австралии и меня смотрят то, наверное, смеются ага-ха-ха, каким тепло значит, хочу всех вас кто смотрит мой канал, поздравить с наступившим 2017 годом пожелать вам всего того, что вы сами себе желаете это, конечно же, самое главное это здоровье, а все остальное вы купите потому что, если у вас нет здоровья, то все остальное уже, знаете, на одного места будет значит это видео будет необычное для моего канала потому что обычно я показываю шмотки я уже подготовила такое видео, должно выйти в ближайшее время, не буду точно указывать на день, потом не выпущу люди будут ожидать вчера я продала две шмотки здесь небольшие деньги что я продала но это лучше, чем ничего холод бешеный у нас сегодня где-то минус 15, что ли вот такой вот холод я такой холод очень-очень плохо переношу сейчас забыла дома ходила домой взяла вот такой вот купон это магазин Chicos покупаешь какую-то шмотку 15 долларов то есть если там найти какую-то вещь за 15 минус минус 15 что это бесплатно будет я не знаю но я не думаю что там такие цены может там они цены повысили специально для этого купона потому что здесь такие у нас магазины сами с усами что ты думаешь о, ты сейчас пойдешь там такую сделку отчебучишь найдешь, да приходишь увидишь что цены они завысили специально чтобы люди имели как бы эту сделку на самом деле никакой сделки нет а ты платишь то, что изначально было этой цены хочу также в этом видео ответить на вопросы и на комменты что мне оставляли насчет того что я не знаю или это один человек или несколько человек думаю что все-таки один наверное мне писали что почему ты не найдешь нормальную работу в кавычках нормальную да давайте с вами подумаем что такое нормальная работа я считаю нормальная работа это та работа которую ты любишь потому что знаете когда ты любишь свою работу ты любишь то, что ты делаешь то для тебя это не работа что ты занимаешься своим любимым делом ты идешь на свою где бы она ни была ты идешь на свою работу как на праздник знаете что ты там можешь на выходные выходить и Я не знаю, 16-12 часов в день по хате Но когда ты ненавидишь свою работу То ты начинаешь О, опять мне надо ехать на эту работу Как же я ее ненавижу Как же я не хочу туда ехать И так далее и тому подобное И вы знаете, со мной такое было Так что я хочу сказать Вот я была на этой работе Я туда ехала к 9 С 9 до 3 До полчетвертого я там работала 5 дней в неделю Вы знаете что? Я не могу, я вольная птица И я постоянно ждала Когда же я туда уйду И помимо того, что мне все это платили Я там работала, мне все нравилось Люди были нормальные Более-менее, да Такой коллектив был в основном мужчины Потому что это IT, интернет, индустрия Я была за исключением одной Сволочи То Понимаете Я все равно искала работу на стороне И искала себе заказчиков по дизайну Потому что вот мне хотелось куда-то ехать Мне хотелось Я не могу вот это вот сидеть на одном месте В каком-то углу И вот это вот там с бумажками Или с компьютером что-то делать Мне нужно так Чтобы я могла встать Поехать, съездить Что-то такое сделать Понимаете Но я все равно буду делать свою работу Если даже Мне нужно до часу ночи Сидеть ее и делать Вот такая вот я И я не могу себя никак поменять Когда вот мне пишут Почему ты не найдешь нормальную работу себе Так что Не знаю кто это пишет Но это что Пишет Женщина Которая Это работает По 8 часов в день И извините меня За такие подробности Прокукивает себе Свои штаны Что ли Сидя 8 часов Это знаете Это тоже плохо Сказывается На всем На теле На здоровье Потом вес начинаешь набирать Потому что ты сидишь 8 часов 5 дней в неделю А так ты ходишь Ездишь Ты Общаешься С людьми И никогда не знаешь Что ты найдешь Ты пытаешься искать Какую-то вот такую вот Вещицу Знаете что Покупаешь ее Как можно задешево Продаешь Как можно задороже Потому что Это основа Этого бизнеса И Когда мне пишут Такой камень То я просто Этого не понимаю Потому что Я сама себе Начальник А что может быть Лучше Быть Самой себе Начальницей Ты хочешь спишь Ты хочешь встала Ты хочешь встала В 3 часа ночи Ты хочешь Я не знаю До часу ночи Понимаешь Никто тебе не будет Иди туда Делай это Делай то Ой Я вообще Я конечно Обожаю то Что я делаю Единственное Здесь конечно Минус В моей этой работе То что Очень много Конкурентов Тьма 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 конкурентов Одного из них Я сама Сделала Своими руками Что еще Здесь Что все Тяжелее Стало Что-то Хорошее Найти Потому что Очень многие Ищут то же самое Что ищешь ты На чем дело Деньги И конечно Здесь еще Другие минусы Вначале Тебе нужно найти Потом тебе Нужно увидеть Чтобы эта вещь Была Знаете В хорошем состоянии Без пятен Без заносок Без ничего Без всяких Дефектов Я имею ввиду Потом Нужно эту вещь Поискать На интернете Увидеть За сколько Где-то такая вещь Продается Потому что Если ты этого Не делаешь То ты можешь Продать вещь Допустим За 15 Которая обычно Продается за 75 Или можешь Выставить вещь Там за 75 Она на самом деле Продается за 10 То есть Понимаете Здесь очень много Из подводных камней В этом деле Потом Нужно паковать Нужно покупать Эти Пакующиеся Вещи Ну Не вещи А кульки Я имею ввиду В общем Все такое Это тоже Дополнительные расходы Потому что Их никто не оплачивает Тебе Ну Каждое Я считаю В каждой Абсолютной работе Свои плюсы И минусы Но Вот именно В том Что делаю я Самый Самый большой плюс Что Я имею Свой собственный График Я никому не подчиняюсь Я сама себе Начальница Сейчас у меня Волос Попал Сколько хочешь Зарабатывать Все зависит От тебя Все зависит От тебя Так что Этот ответ Я сделала Следующий ответ Есть ли Какие-то Запахи В секонд-хенде На вещах Вы знаете Они здесь Я этого не знала Но мне сказали Что они здесь Обрабатывают Специальными Какими-то Пшикалками Но Они Такие Пшикалки Что Когда Они вывозят Вещь То эта вещь Не имеет Никаких запахов И потом Конечно же Когда ты покупаешь Вещь Я тоже Принюхиваюсь Потому что Если От вещи Дико Несет Дымом То я Стараюсь Такие вещи Не покупать Хотя Иногда Я их Покупаю Это Не часто Бывает Но Бывает Что В основном Это сумки Потому что Если я вижу Фирменную сумку А потом Я Вижу То Что Она Полностью Провонена Дымом Имеет Запах Этого Дыма Вот Так что Это Единственный Запах Это На этих Сумках Или В сумках Следующее Что Я хотела Сказать Да Что Мне там Пишут Фу Или Там Жизнь Удалась Приехала В Америку И Там Роется В каком То Хламе Вы знаете Если Так Смотреть На Каждого Иммигранта Да Или На Ютубе Или Не На Ютубе То Абсолютно На Каждого Можно Так Сказать Фу Там Приехала В Америку И Там Работает Допустим Я Не Знаю Таксистом Или В Uber Жизнь Удалась Таксист В Соединенных Штатах Да Или Там Это На Ютубе Делает Видео Жизнь Удалась Понимаете Я Думаю Кто Я Такая Чтобы Кого Осуждать Или Судить И Почему Я думаю Находятся Такие Люди Кому Нужно Сказать Какую-то Гадость Или Им От этого Легче На Душу Я Только Думаю Что Гадости Могут Писать Злые Люди Которые Злые На Жизнь Или На Какую-то Ситуацию И Они Не Знают Как Им Выдать Свои Эмоции Вот Они Случайно Может Даже Не Случайно Попадают На Это Ах Ты Такая Сякая Жизнь Тебе Удалась Или Не Удалась Поехала В Соединенные Штаты Лазить По Мусоркам Вы Знаете Я Не знаю Если На Украине Могла Бы Этим Заниматься Думаю Что Я Могла Бы Потому Что Я Уже Тогда В Юности Начинала Этим Заниматься Это Нас Называли Нас Называли Товарищи Спекулянты Я Никогда Не И мы Стояли С мамой Мы Ездили В Москву Мы Закупали Там Югославские Пальто Мы С Москвы Везли Назад В Харьков Стояли На Толкучки Мы За Один День С мамой Зарабатывали Столько Денег Сколько Она Работа Инженером Зарабатывала За Месяц Мне Так Это Дико Нравилось Потому Что Я Мама Ты Столько Денег Мы Столько Денег Заработали Ты можешь Не выходить На свою Работу Зачем Надо было Ходить В университет Заканчивать Школу Золотой Медалью Зачем Вот эти Все Мыторства Когда Ты выходишь На базар И ты Торгуешь И ты Я не знаю Зарабатываешь За один День Свою Месячную Зарплату Как Вообще Это Понимать И Мне Тогда Это Дико Понравилось И Вы знаете Я думаю Что У меня С самой Юности Потому Что Отец Алименты Почти Не платил И Жили Мы Только На Зарплату Моей Мамы И она Еще Платила За Коператив Это В Советском Союзе Была Так Что Моя Мама Считала Там Копейки Шила Мне Какие Одежды Потому Что Она Не могла Мне Новое Покупать То Мы Имели Свой Бедственный Образ Жизни Она Была Этим Инженером Она Немного Денег Зарабатывала И Мы Еще Жили С бабушкой Но бабушка Имела Свою Собственную Пенсию И Свои Деньги Бабушка Нам Не Давала Моей Маме Точнее Так Что Моя Мама И одевала Меня И Кормила Меня И Я думаю Что Многие Через Это Прошли И Знаете Сейчас Сидеть Вот это На ютубе И там Кого-то Осуждать Какое Ты имеешь Право Кого-то Обсуждать Я не знаю Я не знаю Кто это Пишет Я В этом Не вижу Абсолютно Ничего Паскудного Никакой Ни фу Ни шму Если вы Жили в Советском Союзе Если вы Когда-нибудь Когда-нибудь В своей жизни Если вы Ездили Были Пейнерские Лагеря Где Мы Приезжали Там Был наш Отряд Мальчишки И девчонки Я приезжала Со своим Чемоданом У меня Наша Родственница Уехала В Австралию В 79 Году И она Присылала Посылки И иногда Она мне Присылала Неплохие Вещи И чтобы Конечно Со всеми Дружить В отряде Чтобы Для всех Хорошей Я открывала Чемодан И я говорила Что девчонки Если вы Что-то Хотите Одеть То Пожалуйста Одевайте И вот Они Одевали И со мной Все Дружили Но Я в этом Абсолютно Ничего Такого Не вижу Кто-то У кого-то Ты взяла Одеть Кто-то Дал Тебе Одеть И Потом Если вы Пойдете В обычный Магазин В обычный Не в Секонд Хенд То В обычном Магазине Люди Тоже Там Есть Это Где Одевают Вещи Примеряют И Люди Идут И одевают На себя На потные Тела Эти вещи Потом Вещи Им Как-то Не Подходят И Они Вешают Назад Магазин И В магазине Эта вещь Висит Но Ее Уже Одевали На Тело Понимаете Если Так Хенд Потому Что До Тебя Кто-то Эту Вещи На Себя Одевал В общем Я в этом Ничего Такого Не Вижу Я Не Знаю Кто Это Пишет И Хотела Вам Ответить На Все Эти Комменты И Вопросы И Я Не Хочу Делать Слишком Долгое Видео С Вами Я Попрощаюсь Иду Отсылать Свои Два Пакета С Вами Была Саша Всем Пока